Доброе утро, дорогие зрители! Я как-то вот однажды проснулся на выходных, посмотрел, заглянул в сайт Киноказа, и для меня это было неожиданно. На третий день наш фильм с помощью всемогущего создателя побил все рекорды казахстанского, как сказать, рейтинга казахстанских фильмов. То есть не казахстанских фильмов, а все фильмы, которые крутились в Казахстане. Вы ожидали такого успеха? Я не ожидал, конечно, такого успеха. Я ожидал. Моя работа снимать? Ольга смело заявила, что вы ожидали. Конечно. Саламат, о фильме «Весь мир у наших ног» как появилась идея, с чего все начиналось, чей сценарий, чья задумка, чьи деньги? Началось все в 2001 году. Я посмотрел фильм, меня очень впечатлил фильм под названием «Мираж». В свое время это по роману Чейза «Весь мир в кармане». И после этого родилась идея, уже было название фильма, потом родился слоган, потом родилась идея. Эту идею я потихоньку вынашивал. И в 2006 году, когда я уже все переехал в Алмату, я начал заниматься полностью написанием и изучать формулу и магию сценариев. И начал писать. Мне помогало очень много друзей, очень много сценаристов. Они помогали, как бы были редакторами. И так прошло сколько лет? С 2006 до 2011 год. Я параллельно искал инвестирование, параллельно делал кастинг актерам. Такой актер, как Нурлан Алтаев, он попал в кино не случайно тоже. Он с 2006 года, как мне уже привели, потихоньку. Я дугу характера. Но вы изначально видели, что Нурлан Алтаев будет героем вашей картины. Изначально был такой план. И однажды мне всемогущий Бог создатель улыбнулся. Я 10 тысяч метров над землей, как говорят, ближе к Господу, в самолете познакомился с человеком по имени Даврин Муса. Который в последующем стал генеральным продюсером этого проекта. Потрясающе амбициозная идея объединить в одном фильме талантливых казахстанских актеров, великолепных артистов, таких как Арманто Санте, Петро Тул, Кэрри Тагава. Как вы согласовали все это, что такое созвездие артистов будет в одном фильме? Мне, наверное, повезло. Просто мне, наверное, повезло. У меня была мечта снять. Была цель, точнее. Так получилось, что генеральный продюсер однажды мне сказал так. Соломат, давай, если снимать фильм, тогда снимать его достойно. Я говорю, а как достойно? Он говорит, я приглашу тебе звезд американских. Я говорю, давайте. И так получилось, что в нашем фильме восемь американских звезд. Соломат, давайте поподробнее об этом фильме. Весь мир у наших ног. Сколько длился съемочный период. Насколько вообще сложно было работать на площадке. И я знаю, что фильм сложно постановочный. И очень много компьютерной графики. И всяких там боевых сцен. Перестрелок там всяких. Фильм мы снимали шесть месяцев. Шестьдесят съемочных дней. Плюс освоение. Подготовка к фильму. То есть перед каждой сценой мы готовились. Да. Препродакшн примерно был три месяца. У нас очень маленький препродакшн. Препродакшн это... Подготовка к съемкам. А постпродакшн это после уже на монтаж. У нас было три года. То есть... Изначально мы, когда снимали, мы не определили рынок. То есть мы сначала снимали казахстанское кино. Потом, как генеральный продюсер нам сказал, давай снимать его конкретно. Ну, конкретно это актеров там. Я буду вкладывать финансирование в каждую сцену. И для меня, мне просто повезло. Вот я говорю, мне просто повезло. Я начал снимать его. То есть Терехова. Пригласил Терехова. Пригласил Шайдока. Каскадер. Терехов это... Александр Терехов. Астация каскадеров Казахстана. Каскадеров Казахстана. Александр. Александр Терехов. Я пригласил его. Мои друзья очень хорошие. И я рассказал ему, что я хочу. Задачу поставили. Задачу поставил, да. Он с этой задачей справился. Вот я по моим меркам, ощущениям, на все сто процентов. Он сделал так, как я это видел. А самый сложный съемочный день какой был? Именно в плане постановочного. Самый сложный. У меня была история, когда вот американские актеры, они не делают своих трюков вообще. Не исполняют. Не исполняют своих трюков. У них по 20, по 30 дублеров. Они все похожи друг на друга. Даже, возможно, пластическая операция. Как-то так, да. И мне пришлось... Однажды вот был такой трюк. Керри Тагаву надо было повесить их ногами по-настоящему. То есть я сторонник того, чтобы трюки были настоящими. Даже если человек висит, он должен по-настоящему висеть. И такой сложный день для меня был. Я с Керри Тагавой пять часов беседовал в трейлере, чтобы убедить его. Друзья, мы еще непременно продолжим беседу о секретах создания фильма «Весь мир у наших ног». Давайте прорвемся буквально на мгновение. Посмотрим рубрику «Былим Жени Мадинет» представляет. Знаете ли вы, что дружба казахов и башкир насчитывает несколько столетий? И хотя впервые в казахских степях они появились 4 века назад, значительное число башкир переехало в Казахстан в период создания промышленной базы республики и в годы освоения целинных земель. Здесь я выросла, замучилась, работала, замуж вышла от Игандай. Счастлива живем. Телевизионный проект «Нурлоутау» расскажет о башкирской диаспоре в Казахстане. Являясь частью многонационального Казахстана, башкиры бережно хранят свои обычаи и обряды, свой язык, свою культуру. Как для казаха дамбра или хабас, так и для башкира и татара. С ним он и просыпается с этим инструментом, с ним и ложится, как говорят, спать. С ним он и в беде, и в радости. Во всех празднествах применяется вот этот инструмент, самый любимый. А нас все-то блин келья не нужен. Башкиры – народ трудолюбивый. На этой земле они трудятся, строят дома, создают семьи. Казахстан стал для них настоящей родиной. Если вы думаете, что это фотографии мультяшных героев или пришельцев из космоса, то вы ошибаетесь. Это обычные насекомые, снятые с помощью обычной макросъемки. Я придумал, как попасть в макро и даже микромир. Для начала я возьму свою фотографию. Ребят, сфотографируйте меня, пожалуйста. Так. Угу, красиво. Отправьте пока фотографию на печать. Ну а пока фотография печатается, мы с вами ловим момент. Тема сегодняшней передачи – макрофотосъемка. В четверг в программе «Лови момент» ведущий Арман Каримов предлагает изучить макромир с помощью фотокамер. Потому что жанр макрофотографии не перестает очаровывать каждого, кто берет в руки камеру. Мельчайшие детали, которыми так богаты фото в стиле макро, бесконечно удивят всех любителей фотографии. Дорогие зрители, мы продолжаем программу «Кайрлотан». У нас в гостях Саламат Мухамед Али, режиссер, и актриса Ольга Ельманова. Мне, кстати, очень интересно, Ольга, я знаю, что у вас очень такой сложный образ. Как вы подходили к прочтению своей героини? То есть, как вы работали над ролью? Вы знаете, для меня было это несложно. Мне просто было очень даже интересно работать с такими актерами, как Армандо Сандо, это естественно. В фильме я играю, тоже меня зовут по фильму «Ольга». А я играю правую руку, ну, как бы даже музу, главного героя, это Муса Армандо Сандо, который играет. Я выполняю все его действия, ну, в смысле, все дела его решаю. Как ассистент-секретарь, наверное, да? Да. Ну и... Муза. Как очень красивая женщина, которая вдохновляет. Да. По фильму у меня белый цвет волос. Я также там играю в парике, сцены есть, белый цвет волос тоже. Поэтому меня сейчас вообще не узнают, между прочим. Ну, расскажите вот об опыте сотрудничества с такими великолепными актерами. То есть, вот как вы находили общий язык, как вы работали, как репетировали? Это было очень интересно. Вообще, этот фильм меня вдохновил на будущее, на что-то грандиозное. Во-первых, интересные наши актеры, как Мурат Бесембин, Карлы Гаш, Мухаммеджанова, а также много интересных актеров голливудских. Ну, конечно, было интересно работать с ними. Почему? Потому что они уже имеют какой-то опыт, во-первых, ну, Голливуд, как вы понимаете. И с этим, ну, просто не поспоришь, просто было, вот, просто восхищение. Вам фильм понравится, потому что он талант у нас. Ну, по жанру, я думаю, что он объединил в себе очень много, да? И это и экшн, это и драма, элементы драмы, любовь, романтика. То есть, и честность дороже выгоды, насколько мне известен такой слоган. Что вы, вот, как режиссер, вкладывали в основу фильма? То есть, что вам хотелось сказать этой лентой, зрителю? Ну, многие, конечно, думают, что я там больше половины энергии отдал на спецэффекты, там. Нет, я больше половины энергии, я фокус сделал на драматургии фильмов. На саму, на дугу характеров персонажей, именно на дугу характеров. Потому что каждый персонаж... Именно по работе с актерами. Да, по работе с актерами и на драматургии фильмов. Вот, в какой-то момент мне удалось пожить у Армандо Санта дома. Вот, я пока работал над английским озвучанием. Мы делали... У нас оригинальный голос, оригинальное озвучание, это английское. Потому что больше половины актеров говорили на английском языке. И так получилось, что я побыл в Америке какое-то время, пожил у Армандо Санта дома. И на самый такой праздник, Рождество, я познакомился у него дома с одним продюсером. Не буду говорить имя, с таким большим продюсером. И он посмотрел трейлер, почитал название фильма и сказал, блин, как мы упустили такое название фильма. Весь мир у наших... Да, кстати, вот по поводу названия. Такое очень громкое название. Да, да. И вот что меня еще более толкнуло, я почему рассказываю. И для меня это был знак. Я тогда понял, что всемогущий создатель нас любит. И он подарил это название нашей стране. Действительно эксклюзив. Да. И для меня просто большое счастье, что выбрали меня режиссером этого фильма. Ну, после сотрудничества с голливудскими кинематографистами, можем ли мы надеяться, что эту ленту увидят за рубежом? Что она выйдет в мировой прокат? Какая у нее международная судьба? Все зависит, конечно, от наших зрителей. Какая реакция будет у наших зрителей. Но вот неожиданно, я же вам сказал, наш фильм... Возглавляет чарты. У нашего фильма сейчас высокий рейдинг в киносайте. В казахстанском прокате. В казахстанском сайте. То есть в прокате я не знаю еще. То есть мы по бюджету, мы не знаем, сколько народу ходит в кино. Но в сайте, в Киноказец, наш рейдинг, наш фильм подбил все рекорды. Да, мы с Азаматом думаем, что действительно этот фильм достоин выхода в мировой прокат. Мы будем надеяться, что его увидят вообще зрители европейских стран, может быть, даже Соединенных Штатах. И это действительно великолепная работа. Огромное вам спасибо за такой титанический труд создания этой ленты. Мы желаем вам успеха. Успеха и кассового успеха у зрителей, любви к публике. И я думаю, что в будущем вы наверняка нас будете радовать и новыми киноработами. Спасибо. Да. Если есть какие-то творческие планы, вы можете озвучить? Да, конечно. Я познакомился с таким продюсером по имени Грей Фредериксон. Он создатель «Крестного отца». Фильм «Крестный отец» он за «Крестного отца» получил Оскар. И мне повезло очередной раз, что я именно так-то с ним как-то познакомился. Первое наше знакомство, он мне дал 10 минут. Мы в скайпе встретились, он дал мне 10 минут. И задал первый вопрос. «Чем ты лучше американских или мировых режиссеров?» Я тогда чуть не заглянулся, чем я лучше. Я начал думать. Наверное, смутило вас вопрос. Меня очень смутило. Это был удар мне молоком по голове. «Чем я лучше этих режиссеров, великих режиссеров?» И мне мгновенно пришел ответ. Я рассказал смысл своей жизни. И мы с ним проговорили 2,5 часа. И он сказал мне в конце концов. Ну, он до этого, конечно, прочитал сценарий мой очередной под названием «Рабы». И он сказал мне, я готов продюсировать твой следующий фильм. Саламат, Ольга, огромное вам спасибо еще раз. Спасибо. Увидимся в кино. Дорогие друзья, давайте ходить в кино, смотреть отечественное кино, поддерживать отечественных кинематографистов и просто смотреть хорошие фильмы. Напоминаем еще раз, что сегодня нашими гостями были актриса Ольга Ельманова и Саламат Мухаммед Али, режиссер фильма «Весь мир у наших ног». А мы, Азамат Ашимов и Зара Исинаман, прощаемся с вами и желаем доброго утра, успешного понедельника и хорошего настроения. Увидимся на телеканале «Былим Женя Мадинет». До встречи. Продолжение следует.